Сегодняшним утром произошло беспрецедентное событие в мире российского шоу-бизнеса. В связи с особым положением в стране был подписан указ о национализировании имущества особо богатых семей, мира культуры и шоу-бизнеса. Отныне 35% всего имущества звезд шоу-бизнеса, включая недвижимость и крупные денежные вклады, пойдут на выплаты мобилизованным, поддержки многодетным семьям, постройки спортивных центров и патриотических клубов. Данный закон не ущемляет прав богатых граждан, так как действует в соответствии с указом о особом положении в стране. В результате столь неожиданного решения пострадали самые богатые пары российского шоу-бизнеса. Семья Анжелики Варум и Леонида Агутина, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Андрей Макаревич, Ксения Собчак вместе с мамой и супругом, Борис Гребенщиков, Дмитрий Маликов и Ярослав Евдокимов. Известные артисты понесли убытков на 1 миллиард долларов. В частности, семья Агутина и Анжелики Варум лишилась трех частных плавательных бассейнов в центре Москвы. Отныне на шести дорожках стометровых бассейнов будут заниматься дети из простых семей абсолютно бесплатно. Также исполнитель хита Босоногий Мальчик потерял футбольный стадион в городе Сочи. Он также переходит под нужды общественности. Досталось и Алле Пугачевой с Максимом Галкиным. После громкого скандала с пожаром в замке Грязи весной этого года и незаконными продажами строения, замок таки не нашел настоящего хозяина и также перешел общественности. Теперь в бывшем дворце Аллы Борисовны Пугачевой будет находиться центр подготовки мобилизованных и госпиталь для российских ребят. Также семья Пугачевых-Галкиных лишилась сети бильярдных по шести городам России и фитнес-центра. В данных заведениях будут устроены патриотические клубы для подготовки молодого населения России. Лидер группы «Машина времени» Андрей Вадимович Макаревич остался без трех частных ипподромов в Чите, Башкирии и Калининграде, собственного фитнес-центра и частного автозавода. Только одни частные ипподромы приносили Андрею Макаревичу ежегодную прибыль в 10 миллионов долларов. Ну а совсем не везет семейству Ксении Собчак. Еще неделю назад недвижимость известной журналистки и ее родных пострадали от сильного пожара, а сегодня они понесли новые убытки. Теперь Ксения Анатольевна и ее мама остались без сети шикарных частных ресторанов под названием «Гламур». С сегодняшнего дня 12 заведений общепита перейдут под общественные столовые для малоимущих людей. Также у мамы Ксении Анатольевны был арестован частный самолет. Теперь он будет использоваться для работы авиакружков. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков лишился четырех особняков и крупной недвижимости в Санкт-Петербурге и городе Москве. В шикарных апартаментах артиста теперь будут проживать семьи мобилизованных граждан. Понесла убытки и семья многострадального Дмитрия Маликова. Не успел артист опомниться после скандала с дочерью и смерти воина-контрактника, как на певца обрушилась другая напасть. У Дмитрия Юрьевича под нуждой общественности забрали шикарный автопарк из 20 машин и новую музыкальную студию, которую он подарил своей дочери. Фантазер советской и российской эстрады Ярослав Евдокимов в результате жесткого решения лишился двух частных заводов по производству пластиковых окон в городе Казань и производству стекла в Нижегородской области. Также у нижеупомянутых артистов были заморожены валютные вклады, которые пойдут на поддержку многодетных семей. Продолжение следует...